И говорят, тут 30 человек прописано. А мы не знаем, а знаем был один госад. Так и в реальности зовут хозяина соседского дома Екатерина Берсенева сомневается. В деревне Рыжикова немало полуразвалившихся избушек и почти в каждой прописаны мертвые души. Нежилые строения здесь часто скупали за бесценок, а вот хозяев никто никогда не видел. Еще знаю, за 5 километров, за 6 на прописанных худых домах, говорят, очень много народу. Резиновые адреса местным жителям хорошо известны. Деревня Рыжикова, улица Центральная, дом 15. Пол и потолок давно провалился, близко к дому подойти невозможно. Но видно, что здесь давно уже никто не живет. Хотя по регистрационным данным здесь прописано 62 человека. Впрочем, это далеко не рекорд. В соседних деревнях Базарова и Назарова найдутся дома почти сотней постояльцев. Еще недавно собственникам не возбранялось прописывать на своей жилплощади любое количество домочадцев. Но местные жители уверены, регистрационные услуги здесь оказывались небескорыстно. Ну здесь прописывались люди, здесь прописывались, в других домах пользовались. Ну, видимо, какие-то платили деньги там, где не прописываются. Сейчас правила игры изменились. Поправки к закону позволили Даниловской прокуратуре требовать снятия с учета лиц, зарегистрированных по так называемым резиновым адресам. Суд уже удовлетворил 8 исков, 3 из них вступили в законную силу. Два из указанных жилых объектов принадлежат гражданам, которые проживают постоянно в городе Ярославле. Они давали согласие непосредственно. Ну, не установлено, на каких условиях были даны их согласия. Вот, в суд они не являлись. Что касается третьего объекта, то на самом деле гражданка, которая принадлежит к этому дому, она умерла в 1999 году еще. И фактически в этом доме никто в наследство не вступил. И регистрация осуществлялась по месту, значит, органами поселения. В сельской администрации все объяснили просто. Регистрация оформлялась в 2008-2009 году. Специалист, которая этим занималась, давно уволилась и уехала жить в Ярославль. Да, уволилась. Наши округа обособленные. Я вообще не могла даже знать, что там такое происходит. Я и не знала, честно. Удастся ли через столько лет привлечь бывшую чиновницу к ответу, пока остается вопросом. Даниловским межрайонным следственным отделом по данному факту проводится проверка. Марина Бурбат, Александр Емельянов. День событий. Данилов.